Всем привет дорогие друзья! И сегодня мы готовим идеальную пиццу. Ну, идеальную в моем понимании, да простят меня итальянцы со своими пиццами без начинки. Сегодня я хочу рассказать вам о самом простом тесте, которое готовится. Оно получается достаточно тонким и при этом хрустящая корочка. То есть, красивый бортик. Мы все с вами сделаем, тесто получается идеально и пицца у нас тоже в этот раз будет очень интересная. Я расскажу, какую пиццу делала в этот раз я. В общем, давайте приступим к нашему самому простому тесту. Я, как всегда, использую живые дрожжи. Вы можете использовать сухие, если вы так привыкли. Тогда этот этап нужно будет пропустить, а сухие дрожжи разводите сразу в молоке. Ну, а я со своими живыми добавляю к ним сахар и растираю их с сахаром. Эта процедура очень быстро активизирует дрожжи и они потом начинают быстро-быстро работать. А дрожжи эти у меня после морозилки, поэтому для меня это очень актуально. После того, как мы перетираем дрожжи, они становятся практически вот такими вот жидкими. И к ним мы добавляем уже либо воду, либо сыворотку, либо молоко, как у меня в этот раз. Кто что хочет, тот и добавляет. В стандарте это идет вода, но у меня в этот раз молоко. И теперь уже к молоку добавляем муку. Наверх на муку мы добавляем соль и подсолнечное масло. Все, теперь осталось только замесить тесто. Единственное, тесто нужно хорошо вымесить. Оно должно вымешиваться где-то в течение 10 минут, для того, чтобы растянулась в нем клейковина. Я вначале начала его замешивать в кухонной машине, а когда уже плюс-минус соединились все ингредиенты, начала замес делать руками. Это тесто получается немножечко плотнее, чем такое тесто, как на пирожки. Но нам это только на руку, потому что мы будем раскатывать это тесто. Оно совершенно не липнет к рукам, к столу абсолютно, после того, как мы его хорошо вымесим. Если у вас все же, даже с таким количеством муки, тесто немного липнет к рукам, попробуйте добавить капельку муки. Но только после того, как вы его будете вымешивать 10 минут. Теперь уже нужно, чтобы наше тесто подошло. Подходить оно у нас будет один раз. Форму, в которой будет подходить тесто, смазываем растительным маслом и само тесто немножечко верхушечку тоже. Укладываем тесто и теперь нужно накрыть его желательно влажным полотенцем. Отправляем его подходить вот до такой красоты в теплом месте на час. Оно получится вот такое вот, увеличится раза в 3-4. Получится воздушное, такое красивое. В общем, такое, как нам нужно. Из этого количества у нас получится 3 пиццы. А теперь, кто хотел, кто приходил за тесто, можете уходить. А кто хочет посмотреть, какая у меня будет начинка в этот раз, оставайтесь. В этот раз буду использовать луковый мармелад для начинки, так как у меня муж абсолютно не ест лук. Ну, по крайней мере, думает, что не ест лук. Я в этот раз буду хитрить именно таким образом с луком. Лук порезала полукольцами, отправляю его пассероваться под крышкой минут на 3-4 на маленьком огне с растительным маслом. Только до момента, чтобы лук стал чуть-чуть мягче. У меня вы видели 3 небольшие луковицы. Теперь к луку добавляю где-то чайную ложку меда. Это придаст такой карамельный цвет потом в итоге нашему луку. Теперь нужно будет добавить к луку соль. Можно добавить еще чуточку сахара. И вообще, к мармеладу, если делать именно правильный мармелад, добавляют вино. Но я в этот раз решила не переводить вино, потому что у меня этот мармелад идет в пиццу. И добавила ананасовый сок. Так как ананасы у меня будут идти в пиццу, точнее не сок, а сироп, который в банке. Я добавила этот сироп. Сиропа я добавила 70 грамм. Но в итоге я потом добавляла еще, потому что очень быстро у меня испарялась жидкость. Мы должны после того, как закипит жидкость, перебить все это добро блендером. Но это я делаю только для того, чтобы у меня в общем не видно было лук в итоге. И отправляем это все добро. Должно вот так вот довестись до вот такого вот состояния. Минут 20 оно должно на мелком огне томиться. Если нужно, добавляйте жидкость. И пускай оно у вас вот так вот томится. Получится очень вкусный такой ароматный-ароматный мармелад. Также люблю, чтобы у меня либо в пицце, либо в бургерах были маринованные огурцы. Я от них без ума, поэтому всегда-всегда их туда добавляю. Отварила я еще где-то грамм 300 грибов слайсиками не очень тонкими. Будет несколько видов колбаски у меня. Тут разные и ветчина, и сухая. В общем, какая мне захотелось. И порвала я отварное куриное четверть у меня было. Никогда не беру филе, потому что сухое. Также, как я говорила, у меня будут ананасы немножко. Куда ж курица, да без ананасов. И, в общем, займемся формировкой нашей пиццы. Опять же, повторюсь, с этого количества у меня получится 3 пиццы. Обычно я 2 пеку сразу, потому что они улетают молниеносно. До следующего дня очень редко доживают, даже пару кусочков. А одну всегда морожу. И потом ее просто даже замороженную сразу достаю и бросаю в духовку. И буквально через 10 минут у меня готова еще одна пицца. Их через неделю и через месяц ее можно так сделать. То есть, очень круто, что ее можно заморозить. Подкатала я все свои колобочки вот такие, вот вы видели, внутрь подкатала. И теперь буду раскатывать скалкой. Да-да, не буду я растягивать руками, как это делают итальянцы. Да простят они меня опять же. Раскатываю я именно скалкой. Буду делать быстрым способом. Бортики я тоже буду делать очень простым и легким способом. Смотрите, тесто у меня где-то с полсантиметра толщиной. Больше нам не нужно. И теперь сам край беру и подворачиваю где-то на полсантиметра вниз. Обязательно вниз. И смотрите, чтобы они хорошо подвернулись. Чтобы нигде у вас не выпирало. Так у нас получится идеально ровный, красивый бортик. И при этом не будет видно никаких ни стыков, ничего. И так можно сделать пиццу, то есть регулировать, чтобы она у вас была именно ровненькая и красивая. Ничего обрезать нигде не нужно. Приглаживаем слегка края, чтобы не видно было никаких наших тут пальцев и горбинок. И получается вот такая вот красивая готовая форма у нас. Укладывай начинку и делай все что угодно. И начинаем собирать. Добавляю где-то по ложке чайной полной такой с горкой лукового мармелада. Может чуть-чуть больше я там добавляла еще понемножечко. И растягиваю его по всей пицце. Он получается такой прям как яблочный джем что ли намазывается. Сверху у меня будет такая домашний томатный соус. Здесь у меня там томаты, болгарский перчик, куча разных специй. Поэтому больше ничего сюда добавлять не буду. Можно было допустим использовать какой-то кетчуп. У кого нету такого соуса, пожалуйста, конечно используйте кетчуп. Следующий у меня пойдут огурчики. В общем, моя пицца будет далеко не похожа на настоящую итальянскую. Потому что в ней будет все, как я люблю и побольше. Я точно не итальянка. Следующая у меня пойдет курочка. На огурчике пойдет рваная курочка. Никогда не берите филе. Оно реально будет сухое такое. А вот бедрышки самое оно для пиццы и для всего остального. Что для любых начинок, для салатов лучше брать именно вот такое вот серое мясо бедра. Теперь можно майонезом сделать тоненькую сеточку. А можно сделать такой кефирный соус. Добавить туда немножечко специй, соли. И вот точно так же кефирчиком тоненькую сеточку сделать. От этого наша пицца будет только сочнее. Только много не добавляйте, чтобы у нас не было там много жидкости. Потом наверх у меня пошли грибочки отварные. Следующими у меня будут колбаски, которые придадут такого именно копченого аромата разного. В серединке у меня ветчина. Там такая типа как вареная детская колбаска. И потом еще салями. В общем, красота, вкуснота и аромат на всю квартиру. Потом наверх у меня пойдут ананасы. Много их добавлять тоже не буду, а просто чтобы была такая именно сладкая нотка. Кстати, пиццы у меня в диаметре где-то 35 сантиметров. То бишь из этого количества теста 3 пиццы на 35 сантиметров у меня получилось. Уложила я еще и салями. Вот такая вот красота. И немножечко опять соуса и сыр. Я хотела, чтобы салями немножечко после того, как сыр расплавится, проглядывали сквозь сыр. Будет очень красиво. И все отправляем в духовку. Духовку обязательно разогреваем градусов на 200-220. И отправляем до момента, чтобы подзолотились немножечко у нас бока. Понятное дело, что в пиццериях там духовки пекут и 350, но у нас такой возможности нет. Печется это где-то около 10-15 минут, зависит от духовки. Если у вас конвекция, то понятно, испечется быстрее. Вот как только немного подзолотились края, пиццу можно доставать. Она прекрасно отходит от тефлонового коврика. Конечно, она еще очень-очень горячая, чтобы ее так просто резать. Сочная внутри. Бортики такие немножечко хрустящие. При этом они не очень огромные. То есть она не получается толстой, как пирог. Это именно настоящая пицца. Единственное, что у меня здесь начинки очень много именно по-нашему. Далеко не по-итальянски. Короче, получается безумно вкусно. Обязательно попробуйте такую пиццу с луковым мармеладом. Удачной вам выпечки. А с вами, как всегда, был Кекс. До новых встреч. Пока-пока.